добрый день дорогие друзья с вами магия исцеления марийка я сегодня вам покажу как я делаю салат или рецепт салата из стеблей одуванчика из дикого щавеля но это обычно огородный щавель которая растет у нас вдоль реки стебли одуванчика я уже сказала и сами листья одуванчика к салату я прибавлю еще нарежу огурец а также лимон то есть сок лимона две дольки чеснока и один кусочек имбиря вот такой вот размером пол сливы салат я заправлю либо сметаной либо подсолнечным маслом это я еще не решила но скорее всего заправлю его сметаной и вы можете добавить другие овощи которые вы хотите можно помидоры добавлять я люблю зеленый салат так стебли одуванчиков я предварительно уже все помыла как вы видите и стебли одуванчика просто чтобы они не в миску поместились я их уже нарезала принципе можно их еще порезать на пополам про стебли одуванчика я делала видео посмотрите пожалуйста это очень ценный элемент этого растения части этого растения одуванчика и собственно говоря имеет практически такую же силу как в корнях поэтому одуванчик можно и замораживать стебли и 5-6 стеблей хорошо было бы съедать в день используя сезон лето каждый день стебель одуванчика превосходит наверное все скажем так растения которые борются отлично с разными опухолями и я ставлю ударение на этой сраковыми включительно конечно рак нужно лечить не уходя от медицины если нужно операции и так далее конечно это нужно делать но как вспомогательный эффект для укрепления иммунитета для лечения для обновления клеток для обмена веществ это незаменимый незаменимое растение особенно стебель одуванчика ну и конечно корень но сейчас мы будем использовать листья то есть я буду использовать листья нарежу это очень мелко смотрите я помыла проточной воде и в одну емкость добавила одну столовую ложку соли и воды примерно половину этой миски все хорошо размешала и поставила туда листочки одуванчиков и стебли одуванчиков чтобы вышла лишняя горечь иногда я делаю это без применения соли потому что я в принципе привыкла к горечи потому что мы пьем сок лопуха иногда добавляем сок одуванчика и если кто-то уже пробовал на вкус сок лопуха из листьев да и одуванчиков он меня поймет потому что вкус это такая горечь что прямо теряешься вот а потом это быстро надо проглотить и запить водой поэтому горечи одуванчиков я практически не чувствую и прошу тех кому мои видео мне пишут комментарии нахта что как скучно вот это вот все смотреть как вы медленно режете прямо уснуть можно но я вам могу сказать одно есть очень много блогеров которым вы можете пойти я вас на свой канал не звала а с другой стороны у меня считаю я оригинальные рецепты и доступный доступно я объясняю как и что сделать как применить тем более у каждого свой выбор и не надо мне писать то что может вернуться вам и и вот когда мне пишут такие комментарии я искренне желаю вот таким людям заснуть на всю жизнь и не проснуться больше потому что коли они не уважают чужой труд будь то мой или других людей они всегда будут вечно везде оставлять свои следы недовольства поэтому я вас впредь прошу не писать мне такие комментарии не нравится ищите других блогеров свои недовольства можете их продавать на базаре тем кому они нужны короче мы измельчаем я стебли отделила потому что стебли я оставлю немножко длиннее они очень вкусные очень сочные и приятные в салате одуванчик пожалуйста применяйте тогда когда вы знаете что у вас желчным пузырем все в порядке потому что если у вас есть камни или спазмируются каналы желчевыводящие каналы пожалуйста будьте осторожны потому что одуванчик разжижает скажем так желчь и начинает активно ее выталкивать из желчного пузыря в кишечник плюс что еще освобождает протоки в печени где желчи застаивается обыкновенно не попадая в мешок желчный пузырь поэтому смотрите если у вас острые какие-то заболевания печени которые могут обостриться то будьте пожалуйста осторожны ну и проблемы с желчью да я уже сказала остальным здоровым людям можно кушать просто вот в этих количествах что я делаю я уже привыкшая вы начинайте по немного одуванчик очень вкусный очень полезный но к нему привыкать или приучать свой организм нужно постепенно потому что все таки это природное лекарство стебли одуванчика я порежу немножко вот так потому что мне очень нравится их вкус и это просто щедрое растение которое очень столько силы солнца в ней что я просто всегда удивляюсь что такое хрупкое нежное растение с такой силой растет даже через асфальт даже через камни в самых неожиданных местах вот в принципе и все смотрите вы можете сныть добавить если она у вас есть молодая сныть она подходит к салатам то есть у вас тогда салат будет с такой ноткой кинзы со вкусом кинзы потому что сныть она кровь чистит и ускоряет приводит в порядок обмен веществ так же будет самое то просто сныть мы употребляем очень часто и я как постараюсь скажем так разнообразить свое питание и я знаю что на просторах интернета мало такого рецепта примерно как делаю это я кстати есть еще очень хороший чай из ферментированных листьев одуванчика если у меня будет возможность я сделаю обязательно видео и с вами поделюсь как это делать это не трудно просто там есть специальная техника и ферментированный лист одуванчика он используется вот именно в онкологии то есть это самое то что восстанавливать жизненно важный орган печень на клеточном уровне и конечно кишечник и другие органы а в принципе при онкологии молочных желез у женщин и простаты у мужчин как доказала уже практика опыт он абсолютный помощник и ну скажем царь врачей в этой стезе и женщина которых есть уже которые женщины в менопаузе например которые женщины уже с 50 лет и дальше очень хорошо было бы включать в себе в рацион такой ферментированный чай из листьев одуванчика а также салат из одуванчика потому что как вы знаете после менопаузы нарушается метаболизм и как это называется обмен веществ и телу женщины чтобы она оставалась жизненно радостной чтобы она хотела жить чтобы у нее были силы настроение рвение и так далее нужно вот одуванчик именно содержит все те незаменимые аминокислоты витамины которые так необходимы женскому организму поэтому женщины дорогие не забывайте про себя старайтесь собирать все лето листья одуванчика сушить на чай замораживать в холодильнике ну в морозилке в морозил на камере также его маринуют как петрушку с солью то есть и для супов и для борщей и для всего возможного по чуть-чуть везде одуванчик можно добавлять потому что это цветок молодости красоты жизни и вообще жизненных ресурсов ну мужчинам конечно тоже потому что мужчины у нас скажем так более не эмоциональные потому что это не женская природа это мужская природа у мужчин собирается очень много эмоций которые к сожалению не могут выйти наружу потому что самому основному этому в школе не учат и поэтому у мужчин бывает своя задержная депрессия и вы знаете к чему иногда это приводит к нежелательным всем ох к нежелательным всем таким жизненным ситуациям проблемам семье заболеваниям ну а то и алкоголь да поэтому пожалуйста искренне вас прошу чем мы будем осознание чем мы будем открытие этому миру тогда мир тоже будет меняться с помощью нас потому что мир живет с нашей помощью а мы живем с помощью мира созидания и наша цель сохранить нашу планету землю все таки она тоже живая и как-никак является нашей матерью потому что она все нам дает что мы имеем собственно говоря в нашей жизни цените это и не забывайте не забывайте тоже когда вы ходите в луга поля старайтесь не топтать это волшебное растение а просто наслаждаться им питаться оздоровляться и не уничтожать вот смотрите пока я рассказывала я уже все нарезала лимон я просто сок давлю если можно так сказать после чего я добавлю соль по вкусу кто-то может и соль не ест и заправлю сметаной обыкновенной либо вы можете просто взять обыкновенное подсолнечное масло я еще не знаю пока что что я хочу именно но суть салата я вам уже донесла что касается что касается щавеля там конечно содержится многие аминокислоты щавельная кислота само собой муравьиная кислота если кто-то настойку из муравьев делал он знает о чем я говорю щавель тоже дополняет этот салат своим кислым вкусом но и также витаминами единственное что но если у вас проблемы с желудком с кислотностью желудка то будьте осторожны потому что как бы щавель он вареный это одно а когда он сырой в салате это другое поэтому старайтесь питаться так чтобы себе не навредить и каждый человек должен по моему мнению знать о теле своем очень всего многого чтобы именно было это все во благо а на этом я с вами прощаюсь с вами была Марийка магия исцеления подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ставьте дизлайки если хотите подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик тогда вы будете получать следующие уведомления о новых видео а также если кто-то хочет записаться на консультацию ко мне я провожу консультации в частности по заболеваниям ну и конечно делаю расклады на тару куда без этого и произвожу те или иные чистки вы можете всегда написать либо в сообщении либо если вы нас найдете в телеграм-канале у нас есть чат магия исцеления и есть магия исцеления на телеграм-канале а также в контакте вы можете нас найти и подписаться ну и остаться с нами собственно говоря на этом я с вами прощаюсь желаю вам успеха здоровья и всех благ пока пока